Ежегодно в ноябре отмечается Международный День слепых. Нельзя сказать, что это праздник. Это повод лишний раз напомнить обществу о существовании рядом с нами людей с ограниченными возможностями. В минувшую среду в Видновском центре социальной помощи населению Вера прошло мероприятие, посвященное этой дате. Подробности в репортаже Юлии Пагасян. Когда Наталье было 8 лет, с ней произошло несчастье. Один неверный шаг полностью перевернул ее жизнь. Она упала и получила травму, из-за которой потеряла зрение. Позже с ней случился инсульт. Отказала правая рука. Взрослела девушка в неблагополучной семье. Перспективы к счастливой жизни не было. Но мир не без добрых людей. В уже в зрелом возрасте на пути повстречалась Людмила Васильевна и стала ее приемной матерью. Сейчас Наталья наслаждается каждым моментом и во Всемирный День слепых с удовольствием посетила мероприятие в центре Вера. Мне понравился. Я благодарна всем людям. День слепых, как его еще по-другому называют День Белой Трости, впервые начали отмечать в Великобритании в 1921 году. Теперь ежегодно, в течение всего ноября, мировая общественность призывает обратить внимание на людей, которые каждый день совершают подвиг, продолжая жить и наслаждаться жизнью. Это особый день особых людей с огромным потенциалом душевным, с огромным потенциалом духовности, нравственности. Это те люди, которые своим примером показывают всем нам, и молодым, и старшим, как надо жить. Муниципальная программа «Доступная среда» создана для улучшения жизни маломобильных групп населения и включает в себя меры по созданию равных условий с другими гражданами с учетом потребностей инвалидов. В рамках этой программы в Ленинском районе, конкретно для незрячих, делают пешеходные переходы со светоизлучающими красками и тактильными лентами. К предприятиям также предъявляются высокие требования для обеспечения удобств людей с ограниченными возможностями. В День Белой Трости Управление социальной защиты района передало денежный сертификат обществу слепых. Очень хорошее событие произойдет в 2014 году, буквально первый-второй квартал следующего года. Мы само управление социальной защиты населения переселим в новое помещение, на первом этаже, на улице ПЛК, дом 2-4. Здоровые люди должны быть милосердны по отношению к людям с ограниченными возможностями. И встретив на улице человека, который нуждается в помощи, не проходите мимо.